«Радуга талантов» засияла Фокина. В Доме детского творчества открылась восьмая ежегодная краевая выставка декоративно-прикладного творчества детей и юношества «Радуга талантов». В выставке приняли участие ребята практически из всех уголков Приморья. Их работы – это не только одна из наиболее ярких и доступных возможностей самореализации, но и весомый вклад в развитие культуры Приморского края. Подробнее о выставке мы расскажем вам в следующем сюжете, который выходит в рамках проекта «Новости культуры в городе Уморе». Говорят, талант – это ценный дар, а каждый ребенок – это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, конструировать. Каждый ребенок талантлив по-своему, и как же важно уметь увидеть его способности и начать их развивать. А разглядеть талантливых детей помогают как раз вот такие вот различные выставки и конкурсы. В этот раз свое мастерство на выставке декоративно-прикладного творчества продемонстрировали дети, подростки и молодежь со всех уголков нашего края. На выставку представлены работы со всех территорий Приморского края. Лозон, Анучино, Ширяевка, Ивановка, Михайловский район, Октябрьский район, Владивосток, Уссурист, Находка. То есть практически география всего Приморского края. На краевую выставку было представлено 1380 работ. Отрадно было видеть такой масштаб, такое число участников выставки и их особенных творений. Выставка поражала своим ярким колоритом и многообразием подделок. В экспозиции были представлены работы, выполненные в различных техниках и из самых разных материалов. Работы разной тематики, разной стилизации, разных направлений. Это и бумага, это и рисование из пластилина, это и дерево вырезание, бисер, вышивка, шитье, валяние и так далее. В этом году хочу отметить, что к 80-летию Приморского края выставлена экспозиция гербов городов Приморского края, населенных пунктов. Очень приятно это порадовало нас. Описать все представленные работы и тот полет фантазии, который продемонстрировали участники выставки, невозможно в двух словах. Около каждой работы хотелось остановиться и разглядеть ее как можно лучше. Переливающиеся бусины и пайетки, разноцветная бумага и нитки, шерсть, затейливые по своей форме различные природные материалы. Подделки ребят действительно вызывали неподдельный интерес и восторг. Вы знаете, я просто поражена. Вот надо же такое творчество, вот из ничего сделать что-то. Вот листья даже, вот я смотрю материалы, бумага, это вообще просто художники настоящие. Тут все подделки очень красивые и дети очень постарались. Понравилась вам выставка? Да, конечно. А почему? Ну, детские работы всегда радуют. Музыка, дети, весело, интересно. Потому что тут много разного и интересного. А что тебе больше понравилось? Мне много чего понравилось. Куклы вон сшили, мне нравятся. Много красивых подделок, это все делали сами дети своими руками. Участники выставки постарались на славу. Каждая из представленных работ – настоящее чудо. Не упустите возможность своими глазами увидеть всю эту красоту. Обязательно посетите Дом детского творчества. Выставка начинается сегодня, 27 марта. И закончится она 13 апреля в этот день. Будут подведены итоги выставки. Пройдут мастер-классы, на которых педагоги покажут свои лучшие работы, познакомят. И все желающие смогут посетить, научиться и взять себе что-то на вооружение. В этот же день, 13 апреля, будут подведены итоги. И все работы, которые займут призовые места, будут отмечены наградами. Для меня. Для меня.